Спорт высоких достижений – это не только годы упорных тренировок, травмы и преодоления себя. Взойти на Олимп, стать первым – цель всех спортсменов. Но заветная золотая медаль достанется лишь одному – тому, кто обладает железным характером и в погоне за победой не позволит соперникам выбить себя из седла. На войне, как на войне. Зачем на матче Анатолия Карпова и Гарри Каспарова был приглашен знаменитый экстрасенс? И как он повлиял на результаты шахматного поединка? Как получилось, что я не выигрывал и не сохранил звание, я до сих пор не пойму. Почему олимпийские чемпионы по бобслею Александр Зубков и Алексей Воевода не общались три года? Я не люблю, когда за моими глазами кто-то начинает какие-то выстраивать интриги. В этом направлении я очень жёстко. Чем закончилось противостояние лучших гимнасток советской команды – Ольги Корбут и Людмилы Турищевой? Я пожила неделю, ни ей, ни мне от этого легче не стало. Только, как говорится, напряжение между нами росло. Почему Татьяна Тарасова отказалась тренировать свою любимую пару – Ирину Моисееву и Андрея Миненкова? Мы хотели бы, чтобы больше внимания уделялось именно нам. И виноваты ли в этом Наталья Бестемьянова и Андрей Букин? Мы были очень удивлены, когда они перешли к другому тренеру. Почему советская хоккейная команда проиграла американским студентам? И кто в этом виноват? Уже было такое ощущение, что идёт гладиаторский бой в древнем времени. А-а-а, шаг! 1981 год. Ленинград. В тренерской комнате раздаётся телефонный звонок. Борис Петрович, это вас. Борис Михайлов берёт телефонную трубку. Борис, Валерка разбился. Нет больше Харламова. В трубке раздаются короткие гудки. С середины 70-х годов после матчей с канадскими профессионалами в Советском Союзе начался хоккейный бум. В каждом микрорайоне появились ледяные катки. Мальчишки, забыв об уроках, играли в Харламова, Петрова, Михайлова. Взрослые болели у чёрно-белых телевизоров похлеще, чем сегодняшние фанаты на стадионах. Хоккеисты советской сборной стали национальными героями. Точнее, что они бились за нас, за всех обиженных, униженных и оскорблённых. И они дрались по-настоящему. Тогда это был пик всего. И учителя прощали прогулы, и сами смотрели. Это было невероятно. И когда приходили хоккеисты в театр к нам, в Лен Совет, и встречали так же, как Битлз в Америке. Вот сейчас шайба у Харламова. Вот он ведёт, врывается. И забивает гол. В 1977 году во главе советской сборной встаёт Виктор Тихонов. Под его руководством наша команда будет громить соперников. Выиграет несколько Олимпийских игр. Но с самого начала у тренера и знаменитой тройки Харламов, Петров, Михайлов складываются непростые отношения. К нам не было претензий по чести работы, по результату. Мы делали свою работу профессионально и честно. Хотя многое, могу сказать, в его методике нам не нравилось. Но мы делали это. Не устраивает главного тренера и то, что хоккеисты, ведущие тройки, могут себе позволить пропустить тренировку. Родной клуб ЦСКА стал для них армейской службой, на которой они царят уже в ранге дедов. Это уже заматеревшие люди были. На них молодые пахали, а они на тренировке могли вообще не появляться. Потом выходили и всех, блин, в пух и прах разбивали. Будь то Чехословакия, будь то Шведы, Канадцы и так далее. А впереди была Олимпиада 80 в американском Лейк-Блеседе. Против Советского Союза в тот момент ополчился весь мир за ввод войск в Афганистан. Готовилось бойкотирование Олимпиады в Москве. Перед советскими хоккеистами поставлена задача – выиграть любой ценой. Это были личности, от которых зависело настроение в стране во многом. По-моему, от генерального бюджета до лифтерша, все к телевизору. В финальном матче за золото сошлись два непримиримых соперника – СССР и США. Сборные до Олимпиады уже встречались на льду в товарищеской встрече. И наши обыграли американцев со счетом 10-3, что сыграло свою роковую роль в день финала. Виноваты мы, виноваты тренерский состав и виноваты все люди, которые вокруг нас общались и говорят, да вам что, с американцев, вы их в одни ворота обыграть? Вот это все психологически сыграло отрицательную роль. Советская команда признана сильнейшей в мире. Мощная красная машина молотит соперников без остановки. От обилия звезд в ее составе рябит в глаза. Третьяк, Васильев, Фетисов, Петров, Харламов, Михайлов, Мальцев, Балдарес. Это было такое ощущение, что идет гладиаторский бой в древнем времени. «А-а-а-а! Ша-а-а!» Кричал не только комментатор. Весь дом, вся улица, потому что это эхо разносилось по стране. И это было здорово. Это было престижно. Такое ощущение, что выигрывали мы. А половину команды США составляли совсем молодые игроки, студенты. И от них никак не ожидали такой борьбы. Наши не узнавали американскую команду, которую они легко обыгрывали совсем недавно. Те играли яростно и неутомимо. После пропущенной третяком шайбы Виктор Тихонов совершает чудовищную ошибку, стоившую нам золотой медали. Грубейшая ошибка Тихонова, когда он заменил третяка. Мы в состоянии своему были уверены, мы игроки, были уверены, что не важно на какой минуте, но все равно мы эту команду обыграем. После замены третяка на Мышкина сборная потеряла уверенность. Собрать ее в единый кулак у Тихонова уже не получается. Ничего не могут сделать и самые опытные. Тройка Харламов-Петров-Михайлов. В тот момент, я хорошо помню, выходит одна тройка, я говорю, ребята, ну давайте вы-то хоть, вы-то хоть. И все выходили, говорят, вы-то хоть, вы-то хоть. А хотеть мало, я уже сказал, что надо мочь. Проигрыш американцам со счетом 4-3, как ни странно, только помог Виктору Тихонову, завершить реорганизацию команды. После Олимпиады он постепенно выдавливает ветеранскую тройку, отдавшую команде 13 лет. Из-за конфликтов с Тихоновым ушел сначала Михайлов в Ленинград, а вслед за ним потом и Петров. И остался один Харламов. Харламов один остался. Именно потому, что у него никогда отношений плохих с Тихоновым не было. Он самый такой, ну, неконфликтный человек был. В августе 1981 года команда ЦСКА выиграла Кубок Европейских Чемпионов. Харламов был признан лучшим игроком турнира. Но за день до вылета на Кубок Канады Виктор Тихонов вызывает к себе Валерия и отстраняет его от соревнований. Сборная отправляется за океан без любимого хоккеиста Советского Союза. Я не думаю, что Валерка сыграл бы слабее тех, кого взял Виктор Васильевич туда. Он бы украсил эту сборную на 100%. Валерий подавлен. А через день весь Советский Союз облетает страшное известие. В автокатастрофе погиб их кумер. То, что случилось, это я рассматриваю как стечение обстоятельств. Не более того. Но не брать в то время, когда игрок на пике форме, можно за что было? Ну так, за нарушение режима, что ли, вот так вот. Игроки Советской сборной по хоккею не смогли прилететь на похороны хоккеиста. Но они поклялись выиграть Кубок Канады, посвятив его своему другу Валерию Харламову. Слово свое они сдержали, разгромив канадских профессионалов со счетом 8-1. Сон – кошмар фигуриста. Его коньки берут чужие руки и проводят по блестящим лезвиям грубым напильником. Чемпионы подтверждают, что такие случаи – не редкость на соревнованиях. Могли украсть, могли взять и заточить как-то не так. Или все что угодно. Мы просто все соревнования, коньки носили с собой. Просто береглись. Ну, закулисные интриги всегда в фигурном катании. Закулисные интриги и двойные стандарты сыграли злую шутку и с нашим красивейшим, как признавали специалисты и зрители, дуэтом фигуристов Ирины Моисеевой и Андрея Мининкова. Дуэтом, проложившим новую дорожку своими оригинальными выступлениями. Новаторство, оно вообще сложно пробивать себе дорогу не только в спорте, в фигурном катании, а вообще везде. Поэтому это естественный процесс. Новатор частенько получает тумаков за свое новаторство. И только после прошедствия какого-то времени, так сказать, понимаешь, насколько он сделал что-то, так сказать, важное. Новый оригинальный танец, созданный тренером Татьяной Тарасовой всего за три дня, Моисеева и Мининков готовили для чемпионата мира по фигурному катанию 1975 года. Он проходил в американском городе Колорадо-Спрингс. Туда советская сборная приехала без лидеров спортивных танцев. Пары Людмила Пахомова и Александр Горшков. Саша болел. И мы сделали операцию, поэтому он не смог принять участие в этих соревнованиях. Из-за отсутствия признанных советских лидеров за первое место разгорается настоящая битва. За золото сражаются американцы, англичане, наши Наталья Леничук и Геннадий Карпоносов. Свой шанс получает и вторая советская пара Ирина Моисеева и Андрей Мининков. Пара Моисеева-Мининков разительно отличается от других. Ирина с внешностью модели и грацией балерины Большого театра. Андрей – стадный красавец, уверенно ведущий свою партнершу к победе. Ну вот у нас пьедестал был, значит, первый наш красный флаг, чуть пониже американский, чуть пониже английский. Так очень все было символически красиво и приятно. В 1977 году в команде Тарасовой появляется новая пара. Скоростная одиночница Наташа Бестемьянова и танцор Андрей Букин. Пара Моисеева-Мининков, которую Тарасова растила с 12 лет, с появлением новых спортсменов, внезапно теряет положение фаворитов любимого тренера. Татья Анатольевна очень человек увлекающийся, она обычно всю себя, вот в кого она сейчас влюбилась, если так можно сказать, она, естественно, в того и вкладывает. Тарасова увлеченно работает с новичками, а между Ириной и Андреем на льду начинаются ссоры. Терзаемые ревностью фигуристы не могут успокоиться. Это не то слово ревность. Да, да, это... Мы хотели бы, чтобы больше внимания уделялось именно нам, так сказать. А появилась новая любимая пара Бестемьянова с Букиным, так сказать, и все мысли стали направлены туда. Сезон проходит для Моисеева и Миненкова очень тяжело. Катаясь на грани возможностей, после сотрясения мозга полученного партнершей на разминке, пара подтверждает свое звание чемпионов мира 77-го года в Японии. Но отношения с Тарасовой, подпитываемые ревностью к молодым соперникам, продолжают портиться. Из книги Татьяны Тарасовой «Четыре времени года». Отношения наши зашли в тупик. Переносить постоянное психологическое напряжение на тренировках мне становилось все труднее и труднее. Тренеры в таком случае говорят, все, ребят, давайте, заканчивайте, у меня новые ученики, все, до свидания. Но Татьяна Тарасова поступает иначе. Идет на прием к председателю Госкомспорта и сообщает, что хочет передать своих ребят Людмиле Пахомовой, знаменитой чемпионке, теперь работающей тренером. Мы были очень удивлены, когда они перешли к другому тренеру. И мы не знали, что Татьяна Тольевна их передала другому тренеру. Ирина Моисеева и Андрей Мененков так и не смогли покорить вершину. Стать олимпийскими чемпионами. Единственный шанс был упущен в 80-м году в Лейк-Плессиде из-за досадной помарки. Просто коснулся рукой в конце программы. И им посчитали, что это падение. И вот из-за этого пропустили в долгую пару, как Ленчук-Карпоносов. Но профессионалы считают, что не все так однозначно. Скорее всего, чемпионы мира Моисеева Мененков пали жертвой борьбы внутри Федерации фигурного катания. Пали жертвой закулисных интриг большого спорта. Существует где-то интервью бывшего председателя спорткомитета Сергея Павловича Павлова со словами о том, что он извиняется, что он погубил карьеру Моисея Мененкова. Из книги Татьяны Тарасовой «Четыре времени года». Если же спросить, кого из своих учеников я любила больше всех? Нет, кто был дороже всех? Конечно, Ира Моисеева и Андрей Мененков. 2013 год. Москва. В одном из спортивных баров Москвы заканчивается напряженный разговор. Крепкие мужчины жмут друг другу руки. И мало кто догадывается, что это рукопожатие откроет дорогу к золотому дублю наших бобслиистов в Сочи. Будущие олимпийские чемпионы пришли в бобслей из других видов спорта. Александр был успешным саночником. Алексей победно занимался армрестлингом. Бобслей свел их вместе в одном экипаже. Если сравнить бобслей, то его сравнят как с Формулы-1, только зимний. Потому что это работа пилота, работа механиков и, конечно, команды, которая сидит в этом болиде. Новый экипаж начал победное шествие по чемпионатам Европы и мира. На Олимпиаде 2006 года Зубков и воевода завоевали серебряные медали. До золота не дотянули, как они говорят, на взмах ресниц. Фатунна улыбнулась, по-моему, всей своей прекрасной улыбкой. И мы стали лишь вторые. Затем была бронза на Олимпиаде 2010 года. И вдруг все внезапно прекратилось. Конфликт начался со сборов 2011 года, на которые ни разу не приехал воевода. Так как мы спортсмены-профессионалы, мы сами оцениваем риски все. Мы сами четко продумываем свой, скажем, тренировочный график, план. Зубков обвинил напарника в том, что тот все силы отдает армрестлингу. Алексей воевода обиделся не на шутку. Оказывается, его прогулы были связаны со смертельной болезнью матери, которую он впоследствии похоронил. Спортсмены не смогли сдержать взаимных упреков, и двойка распалась на долгих три предолимпийских года. Ни о каких дальнейших совместных выступлениях речь даже не шла. Я люблю правду. Я не люблю, когда за моими глазами кто-то начинает какие-то выстраивать интриги. В этом направлении я очень жесток. Поэтому, если я кого-то ловлю или пресекаю, с этим вопросом мы заканчиваем и дальше не продолжаем никакой противной карьеры. Спортсмены пытались тренироваться в других составах. Но когда до сочинского старта оставался всего один год, тренер бобслейстов Пьер Людерс решает помирить экипаж. Он видит, что тренировки олимпийской сборной без признанных лидеров команды не показывают нужных результатов. К счастью, у главного тренера все-таки были определенные аналитические способности, которые все-таки в итоге, скажем, выросло все это в результате. Была назначена встреча бобслейстов в ресторане. Но ее итогов предугадать никто не мог. Тренеры команды, да и сами спортсмены, только надеялись, что примирение состоится ради победы. Во-первых, как и Алексей, так и я готов был на разговор, потому что мы понимали, мы все взвешивали, мы профессионалы были в своем деле. И все победы, которые были сделаны в этом виде спорта, это заключалось в двух фамилиях. Зубков Александр и Алексей Воевода. Ради победы спортсмены помирились. Хотя главная битва оставалась еще впереди. Каждый из атлетов понимал, в Сочи их ждет тяжелейший груз ответственности. Оправдать ожидания болельщиков будет очень непросто. Местные не выигрывают обычно. Вообще, в принципе, это нонсенс, выиграть две медали у себя дома. Скажем, а я еще и сочнись коренной. Такого вообще, в принципе, в истории не было. Два-мэн-эвент. Пилот Александр Олдер. Вся страна помнит эти кадры. Российский экипаж лекует. Он приносит России еще одно золото. Значит, все было правильно. Они победили. Знаете, вот есть такое мнение. Вот есть люди, значит, вот звезды сошлись там над экипажем где-то. Вот и все. Ты можешь выступать с кем хочешь, у тебя не будет получаться. Он может выступать с кем хочешь, у тебя не будет получаться. Опять вместе с этого сошлись опять результаты. 1972 год. Мюнхен. Ольга Корбут готовится к своему любимому снаряду. Брусьем. Привычным жестом поправляет прическу, хвостики, опускает руки в магнезию. Вперед. Советскую гимнастку Ольгу Корбут после первых же выступлений назвали чудом с косичками. А ее грация и улыбка мгновенно покоряют и судей, и зрителей. Советская команда гимнасток в то время была по-настоящему золотой. Но в ее недрах кипели нешуточные страсти. В бой за абсолютное первенство на Мюнхенской Олимпиаде 1972 года вступили две гимнастки – Людмила Турищева и Ольга Корбут. Эта пара производила очень интересный контраст в команде. И если Люда – это была как образец советской спортсменки. Мне иногда даже говорили, что вот Людмилу Турищеву можно даже рисовать на плакате, который пропагандировал советскую комсомолку-спортсменку. Я была и комсорг, и капитан, и поэтому для них, мое мнение, тоже было важно. Появившаяся в команде молоденькая гимнастка Корбут и комсорг Турищева сразу не сошлись характерами. С Ольгой Корбут – это, вы знаете, иметь такого человека в команде – это нужно иметь железные нервы. И я, как старший тренер, понимала, сколько труда стоило к душу работать с Ольгой. Да, мы совершенно разные. Ну, во-первых, я старше, она младше ворвалась в сборную. Действительно, она как чертенок со своими элементами, со своими экспрессивным поведением, неустойчивым характером. Перед Олимпиадой на тренировочных сборах Ольгу Корбут специально поселили в комнату к Турищевой, чтобы спокойная Люда положительно влияла на соседку. Я пожила неделю, ни ей, ни мне от этого легче не стало, только, как говорится, напряжение между нами росло. Людмила понимала, что еще немного, и это соседство может сыграть с ней злую шутку. Она в Мюнхене хочет победить, а вынуждена заниматься бесконечными дрязгами. Спросила, что посидите мне отдельно, я никого не хочу перевоспитывать. Если вы хотите, чтобы я выступала нормально, мне нужен покойник. Старший тренер сборной Лариса Латынина принимает решение расселить гимнасток в разные комнаты. Уж если Ринальд Кныш за семь лет жесточайших тренировок и муштры не смог повлиять на характер Корбут, то кому это подсело? Она такая была, ну, грубо говоря, стервозная. Вот в работе, в тренировках. Не знаешь, в какой день чего она выкинет. Но зато на соревнованиях от нее все приходили в восторг. И зрители в том числе, и судьи. В женской спортивной гимнастике можно завоевать золотые медали в отдельных видах. На бревне, брусьях, в опорном прыжке и в вольных упражнениях. Или стать абсолютной чемпионкой, победив всех и во всем. Для каждого спортсмена не секрет. Самая заветная победа и мечта это даже участвовать на Олимпийских играх. Ну, а если заработать золотую медаль, да еще и в многоборье, то эта мечта спортсмена, можно сказать, осуществилась. В борьбе за абсолютное лидерство на Мюнхенской Олимпиаде Ольге Корбут сдают нервы. И она заваливает свой коронный снаряд – брусья. Ну, вот яркий пример Ольги Корбут. Вот у нее стресс на Олимпийских играх. Это очень сложно. Очень технически настолько тонкий элемент, что вот не справилась, где-то не дотолкнулась, где-то не прогнулась, как ей нужно было. И она оказалась на полу. Зал ахнул, вскочив в едином порыве. Зрители не могли поверить своим глазам. Чудо с косичками, не выдержав провала, зарыдало. Когда она сорвалась с брусьев и расплакалась, и это показали по телевидению, увидели, что в советской команде не только вот такие с железными нервами комсомолки, а обыкновенные нормальные люди, которые плачут, когда у них что-то не получилось. Пока Ольга плачет, влюбляя в себя весь мир, Людмила Турищева ни на секунды не выпускает соперницу из поля зрения. Она твердо идет к своей победе. После триумфального выступления в Мюнхене советские гимнасты объехали весь мир с показательными выступлениями. Но хотя абсолютной чемпионкой на Олимпиаде стала Турищева, зрители сходят с ума по корбу. В мире открываются десятки гимнастических клубов, которые носят имя «Чудо с косичками». Иногда у нас были так философские разговоры о жизни с Ольгой Корбут, но это тоже ни к чему не приходило. Она считала, что ее сделал тренер. Это не она чего-то добилась, а ее сделал тренер. Но даже Ренальд Кныш не мог иногда перебороть упрямство своей юной воспитанницы. Очередной срыв происходит на коммерческих выступлениях в Австралии. В один из прекрасных дней Ольга решила, что она устала, и она не будет выступать. И сколько Кныш ее не уговаривал, она сказала, нет, я не буду выступать. Ренальд Кныш, потерявший терпение, проволок Корбут по гостиничному коридорному ковру к номеру старшего тренера. Открыл дверь и вот так вот ее бросил ко мне в номер и сказал, Лариса Семеновна, делайте с ней что хотите, я больше не могу. А зрители носят Ольгу на руках. Она встречается с президентами, голливудскими звездами. И везде поклонники ждут выступлений маленькой гимнастки с ее коронным смертельно опасным элементом петлей Корбут. Своего апогея поединок советских звезд гимнастики достиг в 1975 году на Кубке мира в Лондоне. Мы в Лондоне с ней составляли такую очень интересную для любителей спорта, для гимнастики интригу, что ли, потому что мы всегда с ней шли, как говорится, нос в нос. То есть одна десятая у меня больше, одна десятая у нее больше. Потом сравнялись и на последнем снаряде одинаковые оценки. Там же в Лондоне происходит случай, вошедший в историю гимнастики. Людмила Турищева подходит к брусьям, не зная, что через несколько секунд она чудом избежит тяжелейшей травмы. Как потом объясняли организаторы соревнований, разогнулся крюк, который держал натянутые канаты. Спортсменку от травмы отделяли доли секунды. Турищева устояла, но дрогнула Ольга Корбин. После упавших брусьев она не смогла собраться и вырвать победу. Кубок мира достался Людмиле Турищевой. 1978 год. Багио. В филиппинском Багио проходит труднейший матч названия чемпиона мира по шахматам. 32-я партия. Счет 5-5. Корчной увидел, что в четвертом ряду за ним пристально наблюдает некий странный человек. Он немигающим взглядом смотрит на гроссмейстера-перебежчика. Это сильно отвлекает Корчного. Матч за шахматную корону в Багио был омрачен чередой скандалов. Корчной заявил, что на него оказывается психологическое давление. Корчной проблемой там и политическое наслоение было. Он же уехал из страны, он стал диссидентом. Причем уехал по шахматным причинам, потом туда еще подтянул политику и, в общем, как-то он стал в одно время символом борьбы с Советским Союзом. Выиграть у невозвращенца, у предателя Родины, как его называли, это дело чести советской шахматной школы. Анатолий Карпов делает следующий ход и побеждает Виктора Корчного. Советский шахматист сохраняет звание чемпиона мира. Но долго почивать на лаврах ему не дает подрастающий шахматный вундеркинд Гарри Каспаро. В то время Гарри Каспаров считает 33-летнего Карпова почти пережитком прошлого. Себя же позиционирует как дитя перемен. Мало того, шахматный вундеркинд твердит, что Анатолия Карпова поддерживают власти. Но и он с самого юного возраста имеет покровителей. Каспаров пользуется благосклонностью могущественного Гейдара Алиева и принадлежащего к партийной элите Александра Яковлева. Из книги Гарри Каспарова «Дети о переменах». Должен признать, что без поддержки влиятельных партийных руководителей мне бы ни за что не удалось пройти весь путь борьбы за мировое первенство. Я могу даже сказать, что более серьезно Алиев даже куратора по линии КГБ приставил к нему, Литвинова, для того, чтобы обеспечивать безопасность и так далее. Речь в данном случае идет о безопасности чисто шахматной. Например, утечка информации, которая может переломить ход любого матча. Навредить больше вот именно передачи материалов, сведений. Вот такое предательство. Потом, когда есть негативный человек в группе, то он вносит разлад в работу. Он может саботировать работу, может настраивать людей. Такие вещи старались предотвратить и на матче Карпова с Каспаровым, который начался 10 сентября 1984 года. Этот поединок вызвал в Советском Союзе настоящий ажиотаж. Когда мы играли в колонном зале, то перекрывали Дмитровку. Билеты достать было невозможно, люди скапливались и, в общем, тоже выставляли большие-большие демонстрационные доски, перекрывали движение. Это было большое событие. По принятым в 1977 году Фиде правилам, матч за звание чемпиона мира не имеет временного ограничения и продолжается до шести побед. Но в этот раз жесткий регламент приводит к неожиданной развязке, вымотав соперников. Ну, я должен сказать, что к матчу они подошли в разной форме. Карпов был очень сильно подготовлен и явно превосходил Каспарова в начале матча. Из книги Гарри Каспарова «Дитя перемен». Карпов как шахматист был хитрее и изворотливее меня. Не говоря уже об опытности вообще и в матчевой борьбе в особенности. 4-0. Анатолий Карпов уверенно ведет в счете. И тогда Гейдар Алиев присылает в Москву знаменитого в Азербайджане экстрасенса Тофика Тадашева для помощи Каспарову. Через серию мучительных ничьих наступает страшный момент. Гарри Каспаров ошеломленно смотрит на шахматную доску. Он не может в это поверить. Он сдает еще одну партию и счет становится 5-0. Так что проигрыш конечно настроен. Хотя они могут ввести в депрессию и многие шахматисты не справляются с этим грузом проигранной партии. Это тяжелый психологический удар если ты проиграешь партию. Особенно если ну если сделал ошибку какую-то грубую. В этот момент затянувшийся матч можно было остановить. Это нарушение регламента. Но Карпов победил бы как говорится за явным преимуществом. Это ни Министерство спорта или Госкомспорт скажем ни Международная шахматная федерация пойти не могла. Но она пошла на худшее. она продолжала изматывать наших шахматистов и оба были в очень плохом состоянии. Из книги Гарри Каспарова «Дитя перемен». Я понимал, что если проиграю под ноль это будет самое сокрушительное поражение в современной истории шахмата. До сих пор удивляюсь как мне вообще удалось совладать с собой в такой ситуации. Карпову до победы остается одно очко. И тут в зале появляется Тофик Дадаш. Я и сегодня могу сказать место в колонном зале где он сидел я на него обратил внимание с первых минут. Ход изнурительного поединка резко меняется. Вместо того, чтобы добить противника и подтвердить звание чемпиона мира Карпов занимает выжидательную позицию и проигрывает Каспарову партию. Затем через серию ничьих проигрывает еще две. Счет становится 5-3. Как получилось что я не выигрывал и не сохранил звание я до сих пор не помню. Потому что у меня была совершенно выигранная позиция. Из книги Гарри Каспарова «Дитя перемен». Именно тогда в их головах видимо зародилась идея прервать матч. После поражения Карпов получил для восстановления целую неделю. Роскошь совершенно недоступная мне в начале матча когда я так нуждался в передышке. Фиде вновь начинаются разговоры. Матч надо остановить. Президент Фиде Флоренцо Кампаманас предлагает возобновить матч через полгода начиная со счета 2-0 оставляя Анатолию Карпову его отрыв в счете. То что Матч закончился в 5-3 и был прерван это конечно ну как бы это назвать это не только несправедливо и незаконно это просто я бы сказал что даже преступление. Гарри Каспаров возмущен. Он против прекращения борьбы. Он уже ощутил вкус победы над чемпионом мира. Тем не менее 15 февраля 1985 года на пресс-конференции объявляют об окончании матча. Он переносится на полгода и внимание будет играться со счета 0-0 то есть у Карпова отбирают его две выигранные партии. И вот это самая большая несправедливость была потому что если бы я выиграл матч со счетом 6-3 там 5 не важно то тогда Каспаров мог бы играть со мной через 3 года а так он получил право сыграть в течение одного года. В следующем поединке Гарри Каспаров станет 13-м чемпионом мира а интеллектуальные битвы Карпова и Каспарова украсят мировую шахматную историю. Хотя до сих пор эксперты ведут яростные споры кто же действительно победил в битве двух Карпов. Профессиональный спорт это жесткая бескомпромиссная борьба лучших самых талантливых сильных историй. Соперничество высочайшего накала дает зрителям возможность пережить необыкновенные минуты спортсменам побить собственные рекорды. Каждый атлет понимает на вершину пьедесталов зайдет лишь один и если удалось найти слабое место соперника забудь о пощаде и иди вперед на пролом за золотом чемпиона необыкновенных необыкновенных Продолжение следует...